Солнышко, я не знаю, как там это все включается, папа домой придет попозже и все сделает, хорошо? Мама, ну там все просто, я сейчас оба тебе все включу, мама видишь как просто? Хорошо зайка, ну давай чуть-чуть попозже, тут очень интересный момент. Ладно, тогда сначала я, а потом ты. Привет, мальчишки и девчонки, и добро пожаловать в школу супергероев. Мы с вами будем превращаться из обычных мальчиков и девочек в настоящих супергероев. Fitstars.ru удобный вариант не растерять форму для таких домоседов, как мы. Я много читаю и работаю за компьютером. Одина учится дома, на семейном обучении, так что у нее нет школьной физкультуры. Домашние тренировки с лучшими тренерами нам гораздо ближе, чем походы в тренировочный зал. На fitstars.ru более полутора тысяч разнообразных тренировок по сотне программ. Похудение, растяжка, зарядка, йога и многое другое. Тренировки от 7 до 30 минут в день, без дополнительного оборудования. Хотя для нашего папы есть и тренировки с гантелями. Также на платформе есть раздел питания с рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. В подписке также будут доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Я начала самую легкую тренировку для абсолютных новичков. И это отличный способ наполнить своему телу, что она умеет не только сидеть, склонившись над романом. Дина занимается по специальной детской тренировке, и она просто без ума от своего супергеройского тренера. Самый выгодный вариант подписки безлимитный навсегда. Заниматься может вся семья, постоянно пробуя новые тренировки. По моему промокоду ЧИТАТЬ вам доступна скидка в 70% на безлимитный тариф. Всего за 6 990. Также сейчас появилась беспроцентная расстрочка. Друзья, это даже выгоднее абонемента в спортзал. Промокод и ссылочки я обязательно оставлю для вас в описании. В здоровом теле здоровый дух. Всем спорт! Всем привет! Меня зовут Алина. Вы на канале ЧИТАТЬ НЕЛЬЗЯ СЖИГАТЬ. Оценили эту интеграцию. Когда я писала сценарий, мне казалось, что это что-то неплохое, может быть даже в какой-то степени креативное. В итоге, когда уже сняла и смонтировала ролик, поняла, что это реклама из 90-х в духе «Дорогой, где ты был». Да, видимо, это что-то уже глубоко зашитое в мой культурный код. Ну да ладно, вам все-таки ее нужно было посмотреть всего лишь один раз, а не 10 тысяч. Движемся дальше. Друзья, сегодня у нас с вами ролик о покупках. Как я уже вам раньше и говорила, теперь иногда это будут не только книжные покупки, буду показывать вам то, что я считаю нужным. В первую очередь, обратите внимание на футболку. Мне кажется, она очень классная. Наконец-то я вернула этот предмет в свой гардероб и не могу нарадоваться. Столько сейчас классных футболок выпускают с прикольными принтами. Это сейчас никакая не реклама, просто мне действительно очень понравился принт. Тут и Фрида, и Ван Гог, и Дали, все те, кого я так люблю. Так что, если вам футболка тоже понравилась, напишите в комментариях, оставлю вам ссылку на нее. Друзья, сегодняшний ролик назван книжными покупками чисто номинально для удобства поиска. На самом деле, сегодня я вам покажу книжные посылки от издательств, от четырех разных классных издательств. Но перед тем, как мы поговорим о книгах, хочу вам показать еще настольные игры, которые, кстати, мне тоже прислало издательство. Правда, уже настольные. Даже не игры, а дополнение. Дополнение к нашим самым любимым играм. Если вам совсем-совсем не интересна эта тема, то вы знаете, где тайминг. Но не торопитесь убегать. Сегодняшние игры, как мне кажется, подходят для большинства людей, для начинающих игроков, для тех, кто хочет как-то скрасить семейные вечера. Во-первых, показываю вам драфтозавров. У меня на канале уже был обзор на эту игру, а сейчас у меня появились дополнения. Давайте быстренько вспомним, что это за игра такая. Она отлично подходит для начинающих игроков, для семейных посиделок. Указана на коробочке от двух до пяти игроков, но я бы рекомендовала все-таки от трех. Будет поинтереснее. Возраст указан 6+, и действительно, в 6 лет уже можно начинать. Дине сейчас 8, и эта игра сейчас одна из наших самых любимых. Мы ее очень часто достаем с полок. Сыграли какое-то огромное количество партий, так что, ну да, как и любая другая игра, она начала немножко уже приедаться. При этом полноценной новенькой замены у нас для нее не было, чтобы партия игралась так же быстро, так же весело, и чтобы все было таким же красивым и классным. В общем, о чем эта игра? Расскажу вам о сути игры буквально в нескольких предложениях, потому что более подробный отзыв на канале уже был. В этой игре вы строите свой собственный динопарк. У вас есть и у каждого игрока есть свой собственный маленький картонный планшетик, на котором заранее уже отмечены вольеры под динозавров. Вы вытягиваете динозавров вот из такого мешочка, вытягиваете 6 штучек, оставляете себе одного, размещаете в своем каком-либо вольере и передаете остальных соседу. А от другого соседа в этот момент вы получаете следующих уже 5 динозавров. И вот так динозавры перемещаются по кругу, вы оставляете себе одного, а в конце игры вы получаете победные очки в зависимости от того, как классно вы смогли этих динозавров выставить. И также здесь есть кубик, который вносит небольшой рандом и мешает вам выставлять динозавров туда, куда вам больше всего хотелось бы, так что приходится иногда выбирать из не самых удачных вариантов. Здесь есть некоторая вариативность, потому что у планшетов есть летняя и зимняя сторона, но все равно, когда сыграешь уже очень много партий, конечно, хочется чего-нибудь новенького в игру добавить. И вот, наконец-то, недавно такая возможность появилась, когда Games выпустила два дополнения к этой игре, это водные драфтозавры и летающие драфтозавры. Оба дополнения привносят в игру фигурки динозавров новых видов, некоторые новые правила, естественно, и также небольшие дополнения к вашему планшету. То есть они надстраивают вашу карту, добавляют больше вольеров. В случае с водными драфтозаврами у вас увеличивается река, по которой будут сплавляться все ниже по течению ваши прекрасные водные драфтозавры. В случае с птеродактилями у вас сверху появляются горы, в горах гнезды, именно туда и будете ваших птеродактилей заселять. Ну и кроме того, там в этих горах также могут вылупиться и какие-то другие динозавры, которые сразу после вылупления отправляются в ваш основной парк. Игра стала интереснее, причем здорово то, что вот эти дополнения можно по-разному комбинировать. Вы можете добавить в игру любую одну из них, вы можете добавить в игру сразу оба. С дополнениями игра длится чуть-чуть дольше, но я бы не сказала, что они ее затягивают, просто приносят что-то новое, решения теперь принимаются не так быстро. Я вам очень рекомендую эту игру, как с дополнениями, так и на первое время будет достаточно и базовой коробки. Она не про безудержное веселье точно, но она и не сложная, она милая, ее правила можно быстро объяснить и понять, так что это действительно очень хороший вариант. Также Гага порадовала меня дополнением к еще одной очень любимой нами игре Париж-город огней. Дополнение называется Эйфель. Как видите, коробки одинакового размера и вначале, когда я получила свою коробку с дополнением, открыла ее и увидела, как мало там всего. Я даже немножко вознегодовала, зачем делать такую большую коробку. Но оказалось, что дополнение содержит картонные сборные модели. После того, как мы их собрали, они оказались такими довольно-таки объемными, занимают немало места, так что коробочка не сказать, чтобы пустовала. К тому же мне понравилось переложить часть наполнения из базы именно в коробку с дополнением, потому что в базу все было не очень удобно укладывать. Раньше там плотненько все лежало. Ну да ладно, я отвлеклась немножко на какие-то не самые существенные вещи. И давайте вспомним, что же это за игра такая «Париж. Город огней». Опять же, на канале она у меня уже как-то раз засветилась, потому что эту игру мы очень сильно любим. Это дуэлька, она подходит только для двоих игроков, но для двоих игроков она подходит восхитительно. Это уже игра для тех, кто хочет поломать голову. В этой игре вы строите свои небольшие парижские кварталы, причем вы должны хорошо осветить их. За каждый дом, который хорошо освещен, вы получите много очков. Если же вы построили дом, к которому не прилегают специальные такие фонарики, то вы очков не получите. Игра состоит из двух отдельных фаз, как будто бы две отдельные мини-игры в одной. В первой части вы выстраиваете свое поле из картонных небольших тайлов, на котором указано, куда вы позже сможете размещать дома и каким образом. Потом начинается вторая фаза игры, когда вы, собственно, и размещаете эти дома. Классный момент в этой игре это вот такие вот открытки. Посмотрите, они очень красивые, они все разные. И эти открытки это, по сути, такие специальные действия, к которым вы можете обратиться. Здесь, как видите, у меня очень много открыток, потому что я сюда уже замешала открытки из дополнения. Собственно, в дополнении к этой игре как раз и содержатся открытки и специальные действия. Именно они вносят разнообразие в процесс. Причем, смотрите, их очень много, но за партию вы используете только восемь. Есть тут такие открытки, которые используются практически каждый раз. Это самые лакомые кусочки или, возможно, самые простые решения. Есть такие, которые будут использоваться редко, только в том каком-то уникальном случае, когда действительно получится что-то воплотить. Эти открытки позволяют вам взять дополнительный фонарь или дополнительный небольшой фрагмент домика пристроить. Или какое-то определенное здание небольшое поставить. Или, допустим, разместить на улицах вашего города танцовщицу или художника. В дополнении также появляется эйфелевая башня, триумфальная арка. Но самыми милыми для меня из дополнения стали деревянные фигурки, миплы, черепушки и горгульи. И, кстати, это, опять же, очень классные открытки. Мы довольно часто ими пользуемся. Уже сыграли с десяток партий с дополнением. Ни о чем не жалеем. Игра стала еще интереснее. И для начала, пока мы не привыкли к новым открыткам, она, опять же, вернула свою былую мозголомность, с которой мы сталкивались при первых партиях. Так что для тех, кто наиграл уже большое количество партий в игру Париж-Город Огней, дополнение, как мне кажется, обязательно к покупке, оно действительно делает игру лучше. Переходим к книгам. И давайте начнем сегодня с издательства азбука, потому что в этот раз совместно с издательством я хочу разыграть книгу. Это роман Доната Каризи, который называется «Дом без воспоминаний», 18+. И это вторая книга цикла о гипнотизере Пьетро Джербери. Первая книга называлась «Дом голосов». Я знаю, что первый роман многим очень понравился, так что продолжение было действительно долгожданным. Вот оно наконец-то появилось, не пропустите. Ну и, конечно, кто-то из вас сможет стать счастливым обладателем этой книги, приняв участие в несложном розыгрыше. Отправить эту книгу я готова по России. Результаты розыгрыша подведу примерно через неделю. Результаты появятся в моем сообществе на YouTube-канале и также в Telegram-канале. Если боитесь пропустить, то лучше подпишитесь в Telegram. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам, конечно же, нужно подписаться на мой канал. Причем убедитесь в том, что ваши подписки открытые, я смогу это проверить. И также, конечно, оставьте комментарии о том, что вы хотите поучаствовать. И напишите о том, читали ли вы книги Доната Каризи, как вы относитесь к этому автору. Или, возможно, вы только собираетесь с ним познакомиться. В этом романе 12-летний мальчик, заблудившийся во тьме, рассказывает чужую историю, которую никак не может знать. А флорентийский гипнотизер Пьетро Джербер пытается вывести его к свету. И за всем этим наблюдает сказочник, хранитель сказок, от которых стынет кровь. Также аннотация обещает нам историю детей, искалеченных злой волей взрослых, и ужас, достойный босха. Ну и из отзыва уже прочитавших, знаю, что здесь будет действительно хорошо раскрыта тема гипноза во всех возможных его проявлениях. А еще книга очень классно оформлена. Здесь прекрасный черно-белый пейзаж, золотые буковки и, кстати, статуя Персея с головой медузы Гаргоны в руках. Если вы уже читали эту книгу, напишите мне, действительно любопытно, имеет ли древнегреческая тема какое-то отношение к тому, что здесь происходит. Участвуйте в розыгрыше, друзья, всем удачи, ну а мы смотрим следующие книги, которые я получила от азбуки уже для себя. У меня тут внучка Бернхарда Шлинка, это последний новейший роман писателя, который вот только что вышел у азбуки. Я уверена, что многие книгу долго ждали, потому что Бернхард Шлинк один из крупнейших и известнейших современных писателей Германии. Особую известность ему, конечно же, принес его роман «Чтец», который был переведен на 55 языков, получил огромное количество престижных литературных премий, как в Европе, так и в Америке, ну и кроме того, конечно же, был экранизирован. Главные герои этого романа прожили вместе всю жизнь. Много лет назад девушка бежала к молодому человеку из западного Берлина в Восточный. И вот теперь на склоне лет, как-то раз возвращаясь домой, он обнаруживает свою жену в ванной, она покончила жизнь самоубийством, и у него возникает большое количество вопросов, и вот только теперь он узнает, какую цену ей тогда пришлось заплатить. Как и другие романы Шлинка, этот будет иметь дело с историей и ее катастрофическим последствиям. Это история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени. Думаю, книга будет отличной, мне уже успели на канале написать о том, что книга хорошая, достойна внимания, так что скоро до нее доберусь и вам расскажу обязательно. Еще я попросила у Азбаки вторую книгу из цикла «Хроники нетесанного трона» от Брайана Стейли. Первую прочитала совсем недавно, и вы еще не успели узнать о моих эмоциях, но скажу так, они более чем положительные, я просто в восторге. Скоро-скоро обязательно вам о первой книге, которая называлась «Клинки императора» очень подробно расскажу. В первой книге цикла мы познакомились с тремя главными персонажами этой истории. Это дети императора, который внезапно умирает, а точнее он был предательски убит. И теперь кто-то из детей должен занять тронт. Но все не так просто. Во дворце находится только дочь, она никак не должна занять престол, но двое ее братьев раскиданы по миру. Один из братьев проходит своеобразное обучение среди монахов в очень удаленном от цивилизации монастыре. Это что-то немного напоминающее Шаолинь, только монахи здесь не столько боевые, сколько именно познающие местные определенные духовные практики. Очень непростая жизнь среди монахов и также полученные там знания и умения должны в дальнейшем помочь этому брату, которого зовут Каден, стать императором. Жизнь младшего брата также не назовешь простой. Он проходит обучение на солдата специального подразделения Китрал, которые летают на гигантских ястребах. Подробнее сейчас о цикле рассказывать не буду, скажу только, что мне очень сильно понравилась первая книга. И есть надежда, что во второй тоже все будет классно, потому что первая довольно интересно для меня закончилась. Друзья, посмотрите, какое шикарное издание Чудакова «А ложится мгла на старые ступени». Я эту книгу очень давно хочу прочитать, а точнее с первого дня заведения канала. Когда я завела канал и выложила свое самое первое видео, конечно же, его никто сначала не увидел. И я скинула ссылку только своей подруге, которая знала, что я вообще готовлюсь к этому делу. И именно она написала мне самый первый комментарий, который появился на канале. Она написала, что недавно купила вот эту книгу для своей мамы. Мама прочитала, ей очень понравилось. И, возможно, как предположила моя подруга, мне это тоже будет интересно. Еще тогда я взяла книгу на карандаш и решила, что рано или поздно обязательно ее прочитаю. Но тогда мне не понравилось ни одно издание. Позже мне попадалось неплохое издание, но почему-то книгу я так и не купила. И вот только сейчас, когда она выходит у азбуки, я, конечно, уже точно не могу пройти мимо, и скоро книга будет прочитана. Автор этой книги Александр Чудаков, прежде всего известен как русский филолог 20 века, автор статей и текстов, посвященных русской литературе. Он вырос в интеллигентной семье в небольшом городе Сыльных, Щучинск, на границе Казахстана и России. Этот во многом автобиографичный роман получил премию «Русский букер десятилетия» в 2011 году. В суровые послевоенные годы, в условиях постоянной угрозы новых репрессий и отсутствия самого необходимого, «Семья главного героя сумела не только выжить. Подобно новым Робинзонам, эти люди восстанавливают потерянную цивилизацию. Несмотря ни на что, они сумели не озлобиться и сохранить верность своим истокам». Все, как я люблю, и, наверное, все то, что мне сейчас нужно. Я думаю, что предложу эту книгу для совместных прочтений бустером, если вдруг они проголосуют, то по книге также будет и обсуждение. В любом случае, можете сейчас ко мне присоединиться, потом сравним свои впечатления как минимум. Переходим к издательству «Поляндрия». У меня здесь две взрослых книги и одна детская. Давайте с детской начнем, уж очень красивая. Это вторая часть о «Пенни Ореховом сердце». На канале был отзыв. Мы с Диной вместе рассказывали о первой части. Первая книга вообще волшебно называлась «Пенни Ореховое сердце и ужасный торт пропадит и пропадом». Эта часть называется «Пенни Ореховое сердце и проклятие монстряндри». Попроще, но тоже симпатично. Я бы сказала, что книги этой серии рассчитаны на девочек лет 7-10. Дине в ее 7-8 очень понравилось. Здесь много иллюстраций. Они, конечно, черно-белые, но они такие живые, карандашные, такие характерные, очень классные. Сейчас такое нечасто встретишь. Знаете, иногда бывает очень красочно, классно подобраны цвета, но при этом сами иллюстрации статичные. Они какие-то неживые, они такие ни о чем. Красивенько, но ни о чем. Здесь же совсем не так. Здесь у каждого персонажа свой яркий характер, своя харизма, которая так и прет, и художник отлично справляется с тем, чтобы все это дело в картинках передать. Это тот случай, когда иллюстрации и текст замечательно, гармонично дополняют друг друга. В этой серии автор рисует для нас прекрасный волшебный мир фей, вот таких вот малюсеньких, у которых, конечно, множество проблем, связанных с насекомыми, с какими-то природными явлениями. Они умеют колдовать, и маленькие главные герои, подрастающее поколение, пытаются освоить этот навык. Они колдуют, что-то у них получается, что-то идет не так. Первая книга была очень атмосферна, множество красивых, интересных локаций. Это и прибрежные локации, и лесные, и домики самих фей, и какой-то даже полузаброшенный парк развлечений для фей. Надеюсь, что вторая книга окажется не менее интересной. Здесь в лесу ведьминой метлы внезапно вспыхивает эпидемия монстрянки. А у нашей маленькой главной героини, Пенни, давно не ладят соотношения с ее несносной одноклассницей, Хильдой-медвянкой. И вот Пенни начинает подозревать, что Хильда заразилась монстрянкой. А еще почему-то монстрянка окутана завесой тайны, и взрослые отказываются о ней говорить. С Диной обязательно скоро прочитаем, ждите ее впечатлений. О двух взрослых книгах Паляндрии я вам уже рассказывала в анонсах на этот год, в самых долгожданных анонсах для меня. И вот первая книга, это «Три часа ночи» от Джанрика Карафилья, книга, которую мне порекомендовала менеджер Паляндрии Юля. У нас с ней довольно сильно сходятся вкусы. Ну или во всяком случае она точно знает, что порекомендовать прицельно мне. Как мне кажется, это будет роман в духе авторского европейского кино. Когда я брала эту книгу Паляндрии, я вообще ничего о ней не знала, но я уже успела прочитать довольно большой ознакомительный фрагмент. Мне очень нравится, как это написано. Здесь у нас история молодого человека, у которого в возрасте 17 лет диагностировали эпилепсию. И вот он вместе с отцом, которого он не то чтобы хорошо знает, потому что они с матерью давно развелись, он живет с матерью, с отцом видится довольно редко. Так вот, вместе они отправляются в Марсель, где врач рекомендует им попробовать такую необычную диагностическую систему, а именно провести 48 часов без сна. И вот 48 часов они гуляют по городу, общаются, разговаривают на самые разные темы, сближаются, возможно, и спустя много-много лет, когда главному герою уже за полтинник, он оглядывается на все эти события и решает, что вот сейчас стоит поведать миру эту историю. Ожидаю чего-то, с одной стороны, простого, и, возможно, даже бытового, с другой стороны, очень-очень пронзительного. Следующая книга — это роман турецкого писателя Ахвет Алтана. Роман называется «Мадам Хаят». И, кстати, перевод здесь выполнила Аполлинария Аврутина, который обычно работает с текстами Архана Памука. Это история молодого человека, жизнь которого очень сильно меняется внезапно, после того, как его семья обанкротилась, и отец умер от инсульта. На место былой роскоши приходит строгая экономия, и главный герой снимает небольшую квартирку в странном доме, где все его соседи, возможно, имеют какие-то темные делишки или странное прошлое. По настоянию матери он продолжает изучать классическую литературу в местном престижном университете, но вместе с тем он начинает подрабатывать в массовке телешоу. Именно там он встречает женщину вдвое старше него, которая обладает такой магнетической притягательностью, что он влюбляется в нее без памяти. А позже он также знакомится с юной девушкой, и, возможно, это будет любовный треугольник или, так или иначе, история любви. Переходим к издательству Альпина. Здесь, опять же, две взрослые книги, одна детская. Сначала детскую покажу. Это «Секреты кошек. Как понять кошку и стать ей другом» от Саши Рауш. Я и сама с удовольствием ее уже полистала, а прочитаем мы ее с Диной, наверное, с еще большим удовольствием. Мне очень нравятся такие детские издания сейчас. Во-первых, современная, классная, сочная иллюстрация. Такая тоже не пустая, симпатичная. Ну и, во-вторых, конечно, самые интересные факты о кошках. Усы-локаторы и шершавый язык. Зачем кошки лижут котят? Снятся ли кошкам сны? Почему кошки любят забираться в ящики? Почему кошка любит лежать на твоих вещах? Как оборудовать место для кошки? А еще смотрите, такой классный разворот, как появились породы кошек. Какая порода самая древняя? Дина наверняка все это уже знает. Она очень любит залипать в подобные передачи и часто рассказывает для меня совершенно удивительные вещи, о которых я раньше не знала. Книжка классная. Динка сразу в нее вцепилась и ждет не дождется того момента, когда мы дочитаем несколько других книг, которые сейчас в процессе, чтобы наконец-то взяться за эту. Следующая книга, конечно же, должна была появиться у меня на полках. И я даже уверена, что некоторые мои зрители сейчас удивлены, как только сейчас. Это большая суета от Ислама Ханипаева. Какой же все-таки молодец Ислам Ханипаев. Такой мощный темп он взял, при этом литература действительно хорошего качества. Я, конечно, не скажу, что это шедевры из шедевров, что читать нужно всем и каждому обязательно. Хотя порой хочется сказать, во всяком случае, повесть типа «Я» я рекомендовала действительно всем и каждому. Ну да, не всем понравилось, но уж кому понравилось, тот полюбил по-настоящему, крепко и навсегда. Его второй роман «Холодные глаза» это был такой суровый, мрачный детектив. События происходили в горном Дагестане и отображали некоторые моменты местного быта, культуры. Третий роман автора называется «Большая суета» и он в такой притчевой форме рассказывает историю противостояния группы энтузиастов и местных властей, чиновников, строительных компаний. В общем, дело было так. В Махачкале стоял огромный бук, который уже с запамятных времен назывался «Большая суета». Бук действительно великий, самый высокий в Европе. И вот его нужно спилить для того, чтобы на его месте построить какой-то очередной торговый центр. Я уже прочитала небольшой ознакомительный фрагмент, в котором автор в какой-то степени немножко спойлерит, что там будет происходить. Сейчас зачитаю вам. Это буквально самые первые страницы. Важно заметить, что обошлось без жертв. Ну, почти. Если не брать в расчет последствия взрыва настоящей бомбы, пару попыток покинуть этот мир, драку генерала и криминального авторитета и еще что-то там, связанное со штурмом сотней военных. Звучит многообещающе. Книгу прочитаю в самое-самое ближайшее время. Возможно, уже в следующем прочитанном, ну или через одно. Обязательно поделюсь впечатлениями. Следующую книгу я видела в анонсах Альпины давно и даже вроде бы краем глаза зацепила аннотацию о том, что эта книга об испытании страхом, который иногда оказывается сильнее и побеждает, о персональном кошмаре, выбраться из которого невероятно трудно, если вообще возможно. Честно скажу, меня не сильно привлекло. Но потом эту книгу мне прицельно посоветовала менеджер Альпины Анна Козлова. Она мне до этого уже таким же образом протолкнула нашествие Юлии Яковлевой. И я, как видите, не перестаю улыбаться, потому что это было отличное такое своеобразное открытие года для меня. Я точно буду читать Юлию Яковлеву дальше. Так что я решила еще раз довериться Анне и ознакомилась с анонсацией повнимательнее. И оказалось, что это что-то невероятно интригующее. По сюжету русский эмигрант забрел пукинистическую лавку в Америке. Там хозяин лавки отдает ему несколько рукописных тетрадей. И именно в этих рукописных тетрадях содержится основная история этого романа. Главного героя ребенком отправляют на каникулы в некое украинское село. Как здесь написано, полумистическое пространство, полное чудес и предрастутков. Здесь и встреча с Марой, и свадьба деревенской ведьмы, и странные ритуальные обряды. И совсем за этим, как вы помните, испытание страхом, который иногда оказывается сильнее и побеждает. О персональном кошмаре. В общем, я думаю, что это будет неплохо. Уже прочитала ознакомительный фрагмент. Пока не испытала особого восторга, но еще до украинского села и не добралась. Оцените обложку, когда вот так вроде бы ничего особенного, а когда раскрываешь ее вот так, есть в этом, согласитесь, что-то очень тревожное. Друзья, у нас с вами осталось две книги от издательства «Астрель». Это санкт-петербургское отделение АСТ. И, во-первых, показываю вам, конечно же, Нарине Абгарян, ее новый сборник рассказов «Молчание света». Сборник поделен на две части. Первая из них так или иначе обыгрывает тему цвета. Вторая часть сборника называется «С миру по картинке». И здесь уже каждый рассказ отсылает к какому-либо месту. Это либо город, либо страна. Например, Санкт-Петербург. Здесь есть Армения, Ереван, Грузия, Майя, как тут написано, Латвия и Эстония, Франция, Израиль, Кипр и так далее. Южная Корея даже. Как вы, возможно, знаете, Нарине Абгарян одна из моих самых любимых писательниц. Если говорить о современных и русскоязычных, так тем более. Здесь оставлю для вас ссылочку на мой большой обзор всех книг Нарине Абгарян, кроме, конечно, вот этой, которая только сейчас попала ко мне в руки. Да, он уже теперь не настолько актуален, но, тем не менее, перейдите, посмотрите. Я там старалась рассказать, с чего стоит начинать знакомство с автором, с чего все-таки, на мой взгляд, не стоит. В целом рассказала о том, за что, почему и как я люблю ее книги. А еще мне очень нравится обложка этого издания. Из всех книг Нарине Абгарян, по-моему, вот эта одна из самых красивых. Ну, еще у Симона тоже очень классная была. Если вы уже успели прочитать эту новиночку, то обязательно дайте мне знать в комментариях, как оно вам. Это все та же самая Нарине Абгарян или уже не торт. Так, как и всегда, есть такое небольшое волнительное ожидание, когда берешься за новую книгу любимого автора. С этой книгой вообще забавная история. Не так давно на канале был какой-то ролик, кажется, это были книжные полки. И там я вам показывала трехтомник Владыки Ледяного сада от Ярослава Кжендовича. Я сказала, что это отличная трилогия, когда-нибудь обязательно прочитаю, пока руки не дошли. И тут же в комментариях мне несколько человек написали, что вообще-то это не трилогия, вообще-то там есть четвертый том. И я такая, ой. Потому что я планировала, естественно, покупать четвертую книгу, я о ней знала. Но тогда она только вышла, она была намного дороже, чем предыдущие три тома. Я ее тогда не взяла, отложила покупку, но попозже. А потом у меня просто начисто стерлось из головы, что у этого фэнтези-цикла есть вот еще одно продолжение. Просто забыла напрочь. Как хорошо, что мне напомнили. Я тут же написала издательство Астрель, потому что мы с ними сотрудничаем, попросила прислать мне четвертую книгу, если это возможно. И мне предложили эту книгу прислать не в том вот новом варианте, в котором я собрала первые три тома, а вот в этом, с суперобложкой. Причем это издание мне на самом деле нравится намного больше. Тут такие более детализированные, проработанные арты на обложке. Раньше, наверное, я бы сказала, ой, нет, я соберу обязательно в той же самой серии. Это же так важно, чтобы все четыре тома были одинаковые. Но сейчас мне, наверное, стало уже абсолютно все равно. Если в целом эта серия мне нравится не меньше, а даже и больше, ничего со мной страшного не случится, если я четвертую книгу поставлю в другом оформлении. У этого цикла высокие рейтинги, огромная толпа поклонников и очень завлекательная аннотация, которую я сейчас попытаюсь вам пересказать. Здесь вообще странная такая компиляция научной фантастики и фэнтези, потому что земляне, группа исследователей, были отправлены на планету Мидгард. И да, действительно, это название в чем-то говорящее, потому что на планете существует местная человекоподобная цивилизация, которая застряла в неком подобии нашего средневековья. При этом все это по сеттингу ближе всего к нашим викингам. Так вот, исследовательская группа из восьми человек, она пропала, так что теперь за ними отправляют искателя, который должен будет найти их тела, идентифицировать погибших, в общем, разобраться, что же там произошло. Но оказалось, что эту планету недооценили, потому что здесь вводятся самые настоящие чудовища. Правда, наш главный герой-искатель, он каким-то образом биологически изменен. В общем, крайне любопытно, как видите, много всего здесь навертели, это я вам еще не всю аннотацию пересказала, потому что вся она у меня в памяти даже не укладывается. Если аннотация не пересказывает события всего цикла, то это, конечно, здорово, что же там дальше-то будет. Слышала множество-множество положительных отзывов, так что обязательно до цикла доберусь, но только после того, как закрою несколько уже начатых фэнтези-циклов. Но в целом к Жендовича планирую на этот год. Еще от издательства Острель была одна детская книга, но Динка ее куда-то уже успела утащить и заныкать, так что покажу вам ее в следующий раз. Возможно, это будет ролик с книжными покупками или с книжными распаковками. В любом случае, этот ролик выйдет на канале довольно-таки скоро. Еще немножко о планах на ближайший контент. Я думаю, что следующий ролик, который выйдет на канале, будет посвящен, опять же, теме настольных игр. Я вам обещала ролик о семейных настольных играх, но, к сожалению, мы не собрали нужное количество лайков. И я думаю, что если даже и соберем, то еще очень-очень не скоро. Так что я сниму один ролик о настолках, не совсем такой, как обещала. Хотя те настолки, которые я вам покажу, тоже отлично подойдут для семейной игры, но уже тема будет чуть более узкая, скажем так. Все скоро увидите. В любом случае, вот этот ролик о настолках, который я сейчас для вас постепенно подготавливаю, он, наверное, будет последним на канале, потому что, в целом, я не вижу большой востребованности в этом формате, к сожалению. Но мне все равно хочется говорить на эту тему, так что теперь иногда она будет всплывать либо в покупках, как это было сегодня, либо во влогах. В общем, так или иначе, настолки на канал я все равно буду протаскивать, просто уже не так концентрирована. Надеюсь, что вам это интересно, а кому не интересно, тот всегда может нажать на кнопочку в тайминге и не сильно раздражаться. Раздражаться это плохо, мне вас раздражать не хочется, но вместе с тем, конечно, рассказывать о вещах, которые меня волнуют и радуют. Хочется продолжать. Напишите, какие из этих книг вы читали, какие вам, возможно, понравились, какие вам приглянулись, и на какие вы, в первую очередь, хотите услышать мои отзывы. Как понимаете, в этот раз все книги от издательства, значит, все они должны быть прочитаны относительно скоро и быстро. Так что пишите, что вас больше интересует, за какую книгу чаще будете голосовать, ту и возьму самый первый. Ну и скоро увидимся. Всем пока! Мама, не ленись, тебе надо всего лишь к телевизору подойти. Так мило! Давай еще разочек.